Внимание! Внимание! Говорит и показывает Москва. Да, вижу, вы подняли руку. Пожалуйста, вам слово, Александр Васильевич. Слово предоставляется председателю Совета Министров СССР. Александр Васильевич, не ведите меня. Благодарю. Здравствуйте, товарищи, члены президента Верховного СССР. Я попрошу внести уточнение в повестку. Здесь не может включать слово о распуске. Здесь нужно говорить так, как это у нас положено. Это информация, в первую очередь, о принятых решениях правительства СССР, направленных в Организацию Объединенных Наций, на предмет реформирования Организации Объединенных Наций в связи с совершенными преступлениями в отношении государств, членов ООН, в том числе первоначального члена Совета Безопасности ООН и созыва специальной международной конференции по вопросам реформирования Организации Объединенных Наций в новом составе. Примерно вот так между вами. Надо правильно соблюсти международное право. Да, благодарю вас, Александр Васильевич. Совершенно правильно. Хорошие дополнения и изменения. А еще кого будут дополнения, изменения в данную повестку? Если нет больше дополнений и изменений, выношу данный вопрос на голосование. Кто за то, чтобы утвердить повестку с внесенными изменениями? Прошу голосовать. Кто за? Голосуем, товарищи, письменно, голосуем через микрофон. Кто против? Кто против? Кто воздержался? Повестка. Заседание Президиума Верховного Совета СССР на 17 сентября 2024 года с внесенными изменениями утверждается единогласно. Благодарю вас, товарищи. По первому вопросу слово предоставляется председателю Совета Министров СССР, председателю Ставки Верховного Главнокомандования Александру Васильевичу Неведитину. Пожалуйста, Александр Васильевич, вам слово. Благодарю. 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 Активная фаза Второй мировой войны была завершена победой СССР и победой Великого Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По праву победителя Советский Союз стал первоначальным членом Организации Объединенных Наций, а также стал постоянным членом Совета Безопасности ООН вместе с Тройкой, или так как ее называют Большой Тройкой, в главе Соединенных Штатов, вернее в числе Соединенных Штатов Америки и Великобритании и Северной Ирландии. Так прописано в основных первоначальных документах ООН и в его уставе. Но сразу же практически после завершения Второй мировой войны и отстранения в Соединенных Штатах Америки президента Рузвельта, глубинное это государство, и захватившие власть на тот момент сбежавшие из Германии нацисты, это СС, СД, захватившие тот момент, вы даже это помните по фильму «17 на июне весны». Это один из, так сказать, исторических моментов, когда уже в конце Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, когда они уже вступили в сговор между ЦРУ и Абвером и службами СД. Ну, это, как говорят, часть истории, когда пошел перехват власти нацистами, значит, именно в тех капиталистических странах, которые этот нацизм взрастили. Мы сами с вами знаем, что Гитлер не просто пришел к власти в 1933 году, его также взрастили никто иной, как капиталисты Великобритании и капиталисты или банковская структура Рокфеллеров, Ротшильдов, Барухов, Эппенгаймера и подобных. Им нужно было уничтожить первое на планете социальное государство, которое было создано и начало быстро развиваться под управлением Иосифа Виссарионовича Сталина. Им не удалось навязать нашему обществу, русской цивилизации, то, что планировали внедренный в период Октябрьской революции, в период февральской в начале революции, по уничтожению Российской империи как основного вкладчика Федеральную резервную систему, 46,8 тысяч тонн банковского золота, которое веками накапливал наш народ, и Николай II внес этот капитал в так называемую финансовую международную организацию под названием Федеральная резервная система, и которую захватили опять же эти лица особой национальности и не желающие в дальнейшем возвращать этот капитал его основному владельцу, то есть ни Российской империи, ни русскому народу. У них в основе их идеологии, их ментальности и генофонде это испокон веков, это грабежи, кражи, бандитизм, обман, мошенничество. Это принцип казарского устройства, которое испокон веков ими поддерживается на основе той религиозной идеологии, которую они культивируют. Мы с вами, как восстановленное законное советское правительство, именно законное восстановленное по положениям и статьям Конституции основного закона СССР в редакции 1977 года, когда депутаты Верховного Совета СССР 13-го созыва, собравшись в единый высший орган советской власти, из различных общественных движений, которые отработали вы все, начиная с 2018 года ПВ, с 2023 года до 7 октября 2023 года, и на первой сессии Верховного Совета СССР 13-го созыва, вы, я один из вас, как депутаты Верховного Совета СССР 13-го созыва, полностью восстановили все государственные структуры суверенного государства СССР. Именно все государственные атрибуты страны восстановлены. Восстановлены работает правительство СССР, работает Президиум Верховного Совета СССР между сессиями, восстановлены правоохранительные органы в лице милиции, прокуратуры, Верховного Суда. Восстановлены и вооруженные силы Советской Армии и Военно-Морского Флота. Восстановлены и специальные структуры Комитета Государственной Безопасности СССР и разведывательные службы Советского Союза. Все это создано и восстановлен государственный банк СССР. Это все атрибуты государственности. И в рамках всех этих атрибутов и в границах неприкасаемых границ Советского Союза мы с вами эту работу сделали. Не нужно поддаваться и слушать на провокаторов, которые в наш адрес пытаются бросать тяжелые камни. якобы он нас не избирал, он нас не назначал, сидя у себя на диване и послушно выполняя волю оккупационных властей и преступников всех мастей, которые сегодня еще присутствуют на территории Советского Союза. Но они уже в прошлом. в прошлом, потому что советская власть пришла на свою землю, пришла как власть народа и народ, советский народ восстановил свои государственные структуры и свою государственность. Поэтому, продолжая работать этот период, буквально через две недели будет ровно год, как мы с вами этот механизм запустили, по историческим меркам это очень малый период, доля секунды, если смотреть, в глубину веков. Но мы с вами в течение этого года эту работу сделали. Более того, помимо всех планов, которые мы приняли и утвердили, начиная от государственного бюджета СССР и принятия особо важных решений, в том числе по наведению конституционного порядка и соблюдения советского законодательства, мы с вами запустили не только работу государственной правительственной комиссии чрезвычайными полномочиями, которая возвращает советские активы, разворованные за эти более чем 30 лет, если считать вместе с перестройкой, почти 40 лет разграбления активов, которые зарабатывали наши поколения, наши прадеды, деды, матери, пращуры в тяжелейшие годы становления народного государства, пережив две тяжелейших войны, Первую мировую, гражданскую и Великой Отечественной войны, потеряв только за годы Великой Отечественной войны более 27 миллионов человеческих жизней, разрушена европейская часть территории Советского Союза, тысячи деревень сожжены гитлеровским фашизмом, разрушены города, сотни городов, Это идеология нацизма. Но советский народ, как та птица Феникс, вновь возрождается из этого пепла, хаоса, обмана, мошенничества, которое навязал нам нацистский строй и фашистская идеология. Она неприемлема русской цивилизации. Русская цивилизация это справедливость, честь, правда, общность, работая в коллективе. Поэтому мы с вами пошли дальше. Мы с вами приняли решение и создали специальные оперативные группы по возбуждению уголовных дел в отношении всех преступников, которые совершили преступления на нашей земле, которые совершали все эти годы геноцид в отношении советского народа. И эти следственные оперативные группы при МВД СССР уже работают. Но это еще не все. Мы с вами дальше пошли. Мы с вами восстановили работу Международного военного Нюрнбергского трибунала Нюрнберг-2. Потому что мы поняли с вами, кто против нас воюет. Против нас воюет тот же СС, тот же СД, и бандиты, и жулики всех мастей, которым выгодно грабить свой народ, унижать, уничтожать, проводить медицинские эксперименты над людьми. потрошить на органы и убивать, убивать и убивать. Это идеология нацизма и фашизма. Наши деды, прадеды эту чуму коричневую остановили победа в Великой Отечественной войне и водрузив флаг победы, красный флаг советского государства над Рейстагом 2 мая 1945 года. И мы их потомки обязаны не посрамить их честь, их славу за то, что они отдали свои жизни. да, нам сегодня пытаются навязывать идеологию предателя, идеологию Ивана Непомнящего, потребителя, который не хочет заниматься своей страной, своей родиной, он хочет только красиво жить, как они все мечтали. Сразу им капитализм отвалит бочку варенья, коробку печенья, сказки мальчишки-бальчишки. Образно, конечно. Всем хочется иметь дворцы, машины крутые западного образца, меньше работать, слаще есть и лучше спать. Но это не наша идеология. Если человек не вкладывает в общество, как это принято в русской цивилизации, то общество ему ничего не даст. Общество, во-первых, постарается этого воспитать в Редаша воспитать или перевоспитать и заставить, чтобы он работал на общество. тогда, да, тогда будут жить все в справедливом, достаточно уютном мире. Так мы с вами почти начали жить в 70-х, в начале 80-х годов. так было заложено развитие государства под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина. Но капитализму и империализму это не надо. Их другие цели, другие задачи. Прибыль основная цель. каким бы путем она не добывалась, даже на цене жизни человеческой важна прибыль. И чтобы остановить эту вакханалью, мы с вами правильно выбрали главный стратегический путь и более года проводили работу еще на завершении 78 сессии Генеральной Ассамблеи, когда мы подали первые наши документы секретаря ТООН с требованием законным образом и путем восстановить статус в Организации Объединенных Наций его первоначального члена Союза Советских Социалистических Республик. Более года изо дня в день мы вели эту работу. Да, вы, может быть, не все знаете, я не докладывал там деталей и подробностей, но мой рабочий день всегда начинался с доклада наших дипломатов и наших юристов, которые там работают, в том числе и по восстановлению статуса, в том числе и требования о предоставлении целевого использования вложенного уставного капитала Советским Союзом 3,5 тысячи тонн. Тяжело шли переговоры. Где-то в наглую, хамски нам отвечали из секретариата ООН. Вы кто? Ваши права и полномочия. Когда мы это все предоставляли, они смотрели через микроскоп, как говорится, каждый наш документ, каждое наше требование и снова уходили на раздумья. Но ни разу не сказали, что нас нет. Ни разу. Они все время уходили. Мы пошли думать, мы пошли проверять, мы еще там чего-то пошли. И каждый раз, как говорится, мы сидели в этой приемной. Образно, конечно. Можно себе представить, чтобы хозяин, создавший этот дом, построивший оплативший сидел в предбаннике. Вот так по их нацистской идеологии они должны относиться к русским. Вот так они пытались нас унижать, не допуская к нашим законным правам. А в уставе все четко прописано, как они должны вести себя первоначальными членами ООО, а тем более с постоянным членом Совета безопасности ООО. Но у них команда их хозяина, который их скупил на корню, еще в 60-х годах они это начали, постепенно, они работают в долгую. У нацистских фракций награбленного золота в коды Второй мировой войны огромное количество спрятанное и в Африке, и в Латинской Америке, и в американских банках, и в швейцарских банках в том числе. Мы это все нашли. И мы сегодня занимаемся возвратом теперь этих активов. Но это, как говорят, большая работа впереди. мы с вами понимаем, что бесполезно вести со стороной, которая не намерена договариваться и не намерена выполнять саму став оон и не намерены выполнять международные договора и соглашения. В том числе конвенции, которые принимались они. Мы это видим, как говорят, невооруженным глазом. Организация, которая должна отвечать за мир, безопасность. И чтобы не было гуманитарных катастроф и не было никаких медицинских экспериментов, эта организация их организовывает сама. И войны, которые не осуждаются Советом Безопасности, а так, для формального галочки, тем более в присутствии на этой площадке неполномоченных лиц. Незаконно туда ввели, в начале места Китайской Республики ввели Китайскую Народную Республику, или как называемый остров Тайвань был выведен из Совета Безопасности. Хон, хотя Сталин не зря тогда ввел именно эту республику. Хотя мы знаем, что Китайская Народная Республика это торговая корпорация, созданная Советским Государством. Но они и эту торговую корпорацию перехватили, подменив своими нацистскими фракциями внутри якобы коммунистического Китая. И разорвали договор в 80-м году Советским Союзом. Потом они спокойно подменно поменяли и сами страны, заменив место Соединенного Королевства и Северной Ирландии оставили Соединенное Королевство. Или Великобритании. Вместо Соединенных Штатов Америки оставили Соединенные Штаты непонятно каких. Они все делали чтобы это все подменить. А самое главное они сделали совершив государственный переворот на территории Советского Союза и сразу же по подметному письму некого неполномочного даже лица с медицинской справкой о психическом заболевании по фамилии Эльцин. Они приняли это подметное письмо и бегом побежали заменили табличку. Вместо Союза Советских Социалистических Республик повесили табличку созданной ими Российская Федерация. Даже не государство. Так торговая компашка. Созданная ими же зарегистрированная у себя в Соединенных Штатах Министерстве Труда. Мы сами это все знаем и весь народ это уже знает. Вот так они начали ломать работу этой международной организации. И Советскому правительству ничего не оставалось делать, видя, что на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН они не намерены допускать делегацию Советского Союза. Обещали, но все сделали, чтобы туда наша делегация не попала. Но почему-то попали преступники и организации, которые они создали на территории Советского Союза из числа граждан Советского Союза, которые стали предателями Родины и стали представлять якобы интересы союзных республик как государств. Что категорически невозможно по всем так сказать положениям Устава ООН не совершены никакие процессуальные действия по их принятию в состав ООН на Генеральной Ассамблее. О чем публично на камеру и в зале этой Ассамблеи говорил один из дипломатов, но тоже из торговой корпорации под названием Украина. Но по крайней мере здесь он как-то проявил себя более честно в отношении этих стран сидящих в этом зале. Ну и также обращался к этому представителю якобы сидящему на месте Советского Союза дипломату Небензе. Все они друг друг прекрасно понимают, что они совершили эти преступления против Советского Союза. Но у них хозяин диктует как им себя вести. То есть есть сценарист и есть режиссер. Принцип Голливуда. Они играют этот спектакль на судьбах 8 миллиардов человеческих жизней на этой маленькой планете. Они играют судьбами и задумали продолжить этот спектакль. Подготовив сейчас на пороге конференция ПАК будущего на площадке 79 Генеральной Ассамблеи ОВА. Но этого не будет благодаря Советскому Союзу, благодаря принципиальной позиции правительства СССР в нашем с вами лице. Мы советские граждане назначенные народом работать в органах советской власти не позволим попирать не только советские законы, не позволим попирать и сам Устав ООН и международное право. Сегодня некому на планете себя защитить, кроме Советского Союза. Некому. все страны находятся во владении нацистских фракций. Даже не странно, это все их созданные торговые корпорации. Нет стран. Поэтому они задумались перевести всю планету, потренировавшись на Советском Союзе, всю планету в концлагерь. подготовив уже знакомую сейчас резолюцию, которая не в 2025 году, планету хотят поделить на зоны по континентам, а фактически это концлагерь. Якобы под управлением этой организации, под названием Организация Объединенных Наций. Нет. Еще раз, много раз, нет. нельзя попирать не только божественную силу, данную русскому народу, изначально отвечающую за эту цивилизацию, за эту небольшую планету, на которой живет сегодня пока только 8 миллиардов, а может жить и больше 100 миллиардов. Так говорят ученые, такой период был. миллиардной истории этой планеты. Но нас всего 8 миллиардов. Ну, это, конечно, приблизительная цифра, не тот точно не знает. Но даже это, они хотят сейчас посадить в концлагерь 8 миллиардов. Настолько цинизм процветает в их головах нелюдей. Они хотят держать в рабстве в 21 веке 8 миллиардов человеческих жизней. Но этому не бывает. Поэтому правительство СССР направило свои требования и уведомления 10 сентября 2024 года к открытию 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которую вручили Генеральному секретарю ООН Антонию Бутерриш и председателю 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Филимону Ян. Их помощники вручили. По нашим каналам дипломатическим мы получили подтверждение вручения. Но им хозяева запретили дальше с нами общаться и давать официальные ответы. Именно это нацистская фракция США. Мы с вами продолжили свою работу и вчера 16 сентября 2024 года мы с вами направили окончательное решение советского государства по воле советского народа реформировать захваченную нацистами созданную советским народом и советским союзом и еще более 153 стран мира за все эти годы с требованием привести организацию объединенных наций первоначальному уставу ООН о всех преступниках которые сегодня заняли здание и комитеты организации объединенных наций привлечь к уголовной ответственности за их преступления которые они совершили на этой площадке и в первую очередь то что они совершили против советского государства и против советского народа попирая права первоначального члена организации объединенных наций попирая права постоянного члена совета безопасности ООН а еще более наглее наверное не придумаешь используя советские активы и советский капитал который вложил в эту организацию три с половиной тысячи тонн банковского золота в том числе за все страны мира которые по сей день не вложили ни цента в эту организацию кроме взносов на содержание это совершенно разные цифры разный статус вложений а это мы товарищи мы действуем в соответствии с уставом ООН мы наложили вето на все их резолюции начиная с 24 декабря 1991 года по настоящее время все их резолюции в этот период приняты и являются юридически ничтожными это наше право согласно устава и мы наложили вето на финансирование организации всех ее комитетов организаций которые питаются из бюджета этой организации но ничего не выполняют в интересах человечества и мира они набивают свои карманы только коррупция которая там процветает уже тоже захлестнула выше всех мыслимых и немыслимых рамок где вообще не должно быть даже слова коррупция так как все кто трудится в организации объединенных наций достаточно хорошо оплачиваются за их труд из бюджета организации объединенных наций то есть из нашего с вами кармана из нашего уставного капитала которым мы туда вложили но они ничего не хотят делать в отношении советского государства и восстановления его статуса у них один хозяин и тот который заявляет русских их можно убивать где угодно как угодно и ничто им за это не будет это их доктрина это они вещают даже это не боясь на камеру это что международная организация отвечающая за мир и безопасность в отношении русской цивилизации русского народа поэтому мы совершили с вами вчера историческое решение и совершили то что даже наверное никто из вас не понял мы сами пользуясь всеми своими правами и полномочиями мы сами восстановили свой статус в этой организации организация Венерных наций как союз советских социалистических республик запомните эту дату 16 сентября 2024 года советский союз сам навел порядок в этой бандформировании нацистской фракции захватившей ООН мы совершив этот неимоверный и опасный труд мы совершили с вами я не посрамлюсь этого слова совершили подвиг подвиг чтобы восстановить честь и достоинство народного государства СССР не посрамить память павших 27 миллионов отдавших жизни за наше будущее за будущее наших детей внуков и правнуков и мы с вами этот шаг совершили сегодняшнего дня 17 сентября с 0 часов во всем международном праве весь мир оповещен организация объединенных наций остановлена и не может дальше принимать никаких решений без участия Советского Союза она переводится в статус реформирования а эти преступники которые захватили организацию сегодняшнего дня являются неполномочными лицами на этой площадке поэтому мы предлагаем дальше двигаться помимо того что в Нью-Йорке дальше эта организация работать не может и не будет мы предлагаем созвать специальную международную правительственную конференцию по вопросам реформирования организации объединенных наций и переноса штаб-квартиры организации объединенных наций на территорию СССР на территорию Союза Советских Социалистических Республик как одного единственного государства который не посрамил Устав ООН и кто не ломал никаких международных прав и норм перенести штаб-квартиру в город Ленина Ленинград мы не знаем название Санкт-Петербург Советский Союз не давал согласий никаких менять название городов Советского Союза без решения Верховного Совета СССР это его прерогатива поэтому с этой исторической даты 17 сентября 2024 года начинается новая история в развитии человечества новая светлая когда вся нечесть с этой нашей прекрасной земли будет сметена и нам предстоит еще впереди много-много совершить подвигов и побед но подвиги должны быть и героизм должен быть советский иначе мы не вырастим настоящих советских людей которые будут уважать и любить свою родину а не только за то что она их кормит она кормит и будет кормить еще многие тысячелетия такая благодатная земля русская здорованная нам богами и мы как дети этих богов обязаны эту территорию защищать до последней капли крови до последнего пока не сгинем с нашей земли всю эту нечисть предателей родины в том числе те которые предали в первую очередь память своих дедов прадедов завоевавших им победу поэтому в этом небольшом докладе я хочу донести до вас уважать свой труд уважать свой подвиг уважать то что вы сделали и не сомневайтесь как некоторые еще из нас сомневаются как вчера на одном из совещаний меня меня спросили один из генералов а нас признали кто будет признавать бандиты вы о чем вы суверенные люди вы свободные получившие эту свободу еще раз говорю ценой 27 миллионов жизней ваших и моих в том числе прадедов родственников и вернувшихся с той тяжелейшей Великой Отечественной войны нам не надо ни у кого спрашивать кто признает кто не признает мы являемся единственным суверенным государством на планете земля и мы сами будем наводить порядок в своем доме поэтому 17 сентября 2024 года объявляется полным восстановлением статуса союза советских социалистических республик во всех международных организациях и по инициативе правительства СССР мы созываем специальную международную правительственную конференцию по вопросу реформирования организации объединенных наций и замены на настоящих представителей государств которые восстановят свой статус также в этой международной организации и предлагаем эту конференцию провести в этом году до 30 декабря и будем к этому готовиться поэтому в этой части первого так сказать своего выступления перед тем как хотелось завершить именно там второй вопрос который мне в повестке дня поставлен я сразу хочу продолжить да пожалуйста Александр Васильевич благодарю значит товарищи в государстве есть все атрибуты которые отвечают именно интересам этого государства и интересам людей которые трудятся в этом государстве поэтому я как народный комиссар обороны СССР как маршал Советского Союза как командир имею право представить государственным наградам людей отличившихся в этой боевой операции по восстановлению статуса советского государства в организации объединенных наций и вношу предложение СССР считайте что с голоса хотя управлены делами Совета Министров СССР получила распоряжение представить официально президиум Верховного Совета СССР представление присвоение государственных наград членам правительства СССР Совета Министров СССР в том числе членам президиума Верховного Совета СССР за разгром нацистской фракции в организации объединенных наций и отмены незаконных резолюций организации объединенных наций начиная с 24 декабря 1991 года по настоящее время за полное реформирование и распуск незаконной 79 сессии Генеральной Ассамблеи ООН реформирование организации объединенных наций как неправомочной и юридически ничтожной собранной с грубыми нарушениями положения Устава ООН 26 июня 1945 года предлагаю представить государственным наградам Ордену Красной Звезды всех членов правительства СССР на местах начиная от поселкового совета до Союзной Республики к Ордену Трудового Красного Знамени членов Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР представить К Ордену Ленина за совершенный подвиг в ходе восстановления статуса Союза Советских Социалистических Республик в Организации Объединенных Наций с риском для собственной жизни представителя правительства СССР первого заместителя председателя Совета Министров СССР Орлову Любову Александровну Министра иностранных дел СССР товарища Вознесенского Министра юстиции СССР товарища Виноградова а также представить к Ордену Боевого Красного Знамени председателя КГБ СССР генерала Армина Говицына Министра обороны СССР генерала Армии Дубровского председателя Палаты Совета Национальностей Верховного Совета СССР 13-го созыва Кугаева Анатолия Владимировича народного комиссара первого ранга председателя Палаты Совета Союза Верховного Совета СССР 13-го созыва народного комиссара первого ранга Кукушкина, Виктор Федорович, начальника военно-политического управления СССР при ставке Верховного угла командования Народного комиссара первого ранга, маршала инженерных войск, Вива Александра Васильевича, Народного комиссара первого ранга ПОРС ФСР, Рунды Виктора Вальдемаровича, начальника штаба военно-политического управления СССР, Цветкова, маршала авиации Цветкова, Виктора Викторовича, первого заместителя Государственного комитета прогнозировано-аналитического обеспечения генерала армии Федорова, заместителя начальника, извините, заместителя министра обороны СССР, генерал армии Будревич, командующего морской авиацией военно-морского флота вооруженных сил СССР, генерал-полковника Волкова, руководителя пресс-центра Совета министра СССР, Беловнина Матвеевна, начальника аналитического управления Государственного комитета прогнозировано-аналитического обеспечения, товарища СССР. Но, может быть, это было бы не все, если мы с вами не отметим по справедливости и, возможно, даже с учетом тех поддержки, которая сегодня в эти дни поддерживает нашу с вами работу и сегодняшних руководителей Президиума Верховного Совета СССР и Совета министра СССР. Мы также вносим в этот список наградам присвоением звания Героя Советского Союза и ордена Ленина Чижевской Надежде Ивановне, председателю Президиума Верховного Совета СССР 13-го созыва. Ну и Вашему покормленному слуге, председателю Ставки Верховного Голокомандования Вооруженными Силами СССР, председателю Военно-народного комиссариата обороны СССР, председателю Государственной правительственной комиссии с особыми полномочиями, председателю Совета министров СССР, маршалу Советского Союза, невидецу на Александру Васильевичу. Но я сделаю здесь с ремаркой. Случай, если советский народ это поддержит. А также особо хочу отметить, что мы с вами работали и работали за рубежом не одни. Нам помогали и сегодня помогают наши товарищи, друзья. Товарищи по Варшавскому договору, товарищи по Совету экономической взаимопомощи. И этих товарищей я также буду представлять награждению Ордена Дружбы Народов. Я не буду озвучивать их фамилии, потому что они сегодня еще выполняют эту боевую задачу, и мы не будем подвергать их опасности, потому что еще впереди много предстоит работы. Вместе с ними наша советская разведка. Наших разведчиков я тоже не буду озвучивать. Они будут представлены тоже к высшим государственным наградам по отдельному секретному указу. Товарищи, прошу Президиуму Верховного Совета СССР отнестись как государственных деятелей к этому вопросу со всей серьезностью и ответственностью. Прошу поддержать представление правительства СССР и утвердить. Доклад окончен. Благодарю. Благодарим вас, Александр. У кого будут замечания по представлению, изменения, дополнения? Пожалуйста, члены Президиума, прошу вас высказаться. У кого будут замечания, дополнения, изменения, пожалуйста? Уважаемые товарищи, я полностью поддерживаю представленный список для награждения соратников и всех трудящихся, которые, рискуя своей жизнью, восстанавливают государственный конституционный строй, как на территории СССР, так и за рубежом. Если нет замечаний, дополнений, давайте проголосуем. Выношу данное представление на голосование. Кто за то, чтобы представленный список сотрудников для награждения почетными орденами и медалями утвердить? Прошу голосовать. Кто за? Кугаев за. Чижевская за. Румбин за. Повещенко за. Венебаева за. Голосуем, товарищи. Голосуем письменно. Голосуем в чате. Кто против? Кто воздержался представлением списка на награждения граждан СССР, внесших вклад своим трудом и жизнью, восстанавливающих государственный строй СССР на территории Советского Союза и за рубежом, утверждается единогласно. Благодарю вас, товарищи. Благодарим Верховного Главнокомандующего за оценку труда каждого сотрудника Правительства СССР. Благодарю вас, товарищи. Благодарю вас, товарищи. Уважаемые товарищи, поздравляю вас всех. Кто желает высказаться? Любовь Александровна подняла руку. Пожалуйста, Любовь Александровна Орлова, министр финансов. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, товарищи. У меня есть предложение к Президиуму Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Предложение касается такого момента. Когда удалось развалить юридический Советский Союз, не физически, а юридически, западные страны ввели награду за победу в холодной войне. Я выхожу с ходатайством на Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик об учреждении награды за восстановление Советского Союза. Спасибо. Благодарим вас, Любовь Александровна. Очень хорошее предложение, но я думаю, оно немножечко будет как бы в будущем, потому что этот орден, его нужно разработать. Должны обязательно разработать научно-исследовательские институты, должны архитекторы помочь нам разработать такую награду. Мы, конечно, утвердим такую награду, и после полной победы, я думаю, обязательно все, кто участвовал в восстановлении государственного органа, строя СССР, будут обязательно награждены. Очень хорошее предложение, но данная награда должна быть разработана. Должно быть разработанное положение, то есть полный цикл документов, должен быть, как и внешнее оформление, из чего она состоит, и как она будет выглядеть. То есть здесь должны работать и художники высшего уровня, те, кому положено заниматься соответствующим делом. И, конечно, все остальные органы. Поэтому ваше предложение принимается, оно будет, так сказать, использовано, будет в будущем, внедрено в жизнь. Разрешите дополнить? Пожалуйста. Я, конечно, понимаю весь цикл, о котором вы говорите, о том, что и макет надо разработать, это награды, и описание, и заслуги. Это все понятно. Но без первоначального решения президиума таких действий просто никто не сможет предпринять по собственной инициативе. Поэтому тут уже решение президиума. Спасибо. Совершенно верно, Любовь Александровна. Учитывая всю тяжесть, которую сейчас у нас испытывают те, кто восстанавливает государственный строй, кто рискуя жизнью и на территории СССР, и особенно за рубежом, понятно, что они удостоены высшей награды. У нас высшие награды есть, но мы полностью приветствуем ваше предложение и президиум Верховного Совета СССР обязательно издаст указ данной награды. Благодарим вас. Руку подняла Галей Ибрагимович Кулиев. Пожалуйста, Галей Ибрагимович, вам слово. Добрый день, уважаемые товарищи. Разрешите всех поздравить с таким историческим днем, который сегодня состоялся на правовом поле СССР. Это великое событие вдохновляет нас, советских руководителей, работать еще двойнее, втройнее больше, лучше. Уважаемые товарищи, кто еще желает высказать? Добрый день, уважаемые товарищи. Пожалуйста, Александр Васильевич, да, вам. Благодарю. Конечно, мне приятно осознавать, что товарищи все прекрасно поняли и понимают, что идеологию восстановления советского героизма на основе нашей с вами работы, на основе придут за нами другие поколения. Они должны знать, что родина своих дочерей и сыновей не бросает беде и не относится как мачеха к своим потомкам и будущим, в том числе, поколениям. Мы с вами, я понимаю, что вы все люди скромные, но такой исторический день, когда мы с вами сделали это, мы остановили своими действиями и решениями сегодня право дальше совершать преступления у этих нелюдей, захвативших организацию объединенных наций. Конечно, если у вас нет слов по этому поводу, хотя граждане наши ждут мнение ваше каждого, по большому счету, для этого вас сюда они направили восстанавливать и наводить конституционный порядок. Инициатива одного руководителя или двух руководителей – это, как говорят, полдела. Но без вас, без советского народа, без активного участия в своей жизни и наведения порядка на местах, ничего сделать было бы невозможно. Да, нас еще не так много, а остальные еще смотрят из-за угла, или, как говорят, каждому из вас, когда вы один на один с ними общаетесь, и как они уходят от ответов, как они крутятся, дабы не посмотреть вам в глаза, когда вы ему говорите, что ты со мной стоял в строю, когда мы принимали воинскую присягу. И ты сейчас уходишь в сторону, всячески придумывая, что ты якобы не помнишь строки этой воинской присяги. Так кто ты тогда? И когда вы ему зачитываете последний абзац данной присяги, некоторые бледные, как полотно становится, у некоторых подкашиваются ноги, а у некоторых вообще тут же бегут и сбегают. от собственного позора и совести, которая сразу же поднимается в их груди за предательство, которое они совершили. Это никогда, ни в каких веках не прощалось. Предательство – это самое страшное преступление для своего народа. Поэтому рекомендую, товарищи, высказаться все-таки и донести гражданам Советского Союза, что здесь работает коллектив советских государственных деятелей. Поэтому, Надежда Ивановна, рекомендую все-таки дать каждому слово, особенно именно государственным деятелям, чтобы они все-таки донесли до народа, что они работают, и что действительно награды, которые сегодня вы проголосовали, они достойны. Ну, а то, что вы приняли решение в отношении невидицына Александра Васильевича, отвечаю – служу Советскому Союзу. Совершенно правильно, я полностью поддерживаю Галия Ибрагимовича. Никаких ремарок не должно быть. 95% такого большого вклада, конечно, у нас несет председатель Ставки Верховного Главного Командования, маршал Советского Союза. Слово просит Галина Михайловна Колесникова. Пожалуйста, Галина Михайловна, вам слово. Благодарю. Горжусь всем, что было сказано Александром Васильевичем Невидицыным, единственным правомощным руководителем нашей советской страны. И благодарю от имени всех граждан, которые выражают признательность в своих комментариях под роликами пресс-центра Совета Министров СССР. Я думаю, что они поддержат нас. Теперь по поводу Организации Объединенных Наций хотела сказать. Можно только приветствовать озвученное решение о распуске нынешнего состава ООН и перенесение его штаб-квартиры на советскую территорию. Тем более, что это решение сходится с пожеланиями многих-многих граждан, которые оставили свои предложения аналогичного содержания под роликами нашего пресс-центра. Благодарю. Благодарим вас, Галина Михайловна. Совершенно правильно вы оценили всю ситуацию. Слово предоставляется Хугаеву Анатолию Владимировичу. Пожалуйста, Анатолий Владимирович, председателю Палаты Совета Национальности Верховного Совета СССР. Приготовиться к Кукушкину Виктору Федоровичу, председателю Палаты Совета Союза Верховного Совета СССР. Пожалуйста, Анатолий Владимирович, вам слово. Благодарю вас, Надежда Ивановна. Ну, что говорить здесь. Очень мощно. И наша работа сегодня, как раз мы видим, что Александр Васильевич Неведицин это человек, который ведет нас к победе. И мы полностью поддерживаем, конечно, не только сегодня начали поддерживать, но поддерживали и с самого начала. И на этой основе, на этой основе нашей поддержки он тоже так себя хорошо чувствует. Я думаю так. Здесь, конечно, сегодня у нас то, что Организация Объединенных Наций, потому что там, естественно, собралась одна банда, которая вместе с Российской Федерацией разрушила Советский Союз. То есть, расформирование ООН просто очистит от нечисти Организацию Объединенных Наций. Вот это я считаю правильным. Но чтобы расформировать, это, я думаю, что для нас может привести тоже какие-то моменты. Тогда все валютные запасы, которые были вложены и так далее, и так далее, они как-то остаются там, если расформированы. Я поддерживаю полностью и предложение, и решение президиума. Вот что я хотел сказать. Ну, продолжаем дальше. Наша задача защитить свою Родину. Мы его защищаем. И будем защищать до конца, как Александр Васильевич говорит, до самой капли крови. Будем защищать. Мы свой дом никому не отдадим. И точка. Благодарю вас. Благодарим вас, Анатолий Владимирович. Слово предоставляется Виктору Федоровичу Кукушкину, председателю палаты Совета Союза, Верховного Совета СССР. Пожалуйста, Виктор Федорович, вам слово. Я увидела вас. Слово предоставляется Александру Васильевичу Биба, маршалу инженерных войск вооруженных сил СССР, председателю Совета Министров РСФСР. Пожалуйста, Александр Васильевич, вам слово. Добрый день, уважаемые члены Президиума Верховного Совета СССР. Вот тут у меня проблемы с оргтехникой, поэтому приходится с телефона говорить за все, что сегодня было озвучено. Тут единственным, можно только сказать, служу Советскому Союзу. Ну и хотел бы поздравить всех награжденных и, соответственно, с теми датами, которые сегодня озвучил Александр Васильевич. Это 16 сентября, вчерашний день. Ну и дальнейшая наша работа, она, в принципе, не останавливается, она только начинается набирать свои обороты для того, чтобы сделать ту работу, предстоит. Многие, может быть, недопонимают, но очень большой груз ответственности мы берем на себя и, соответственно, мы должны навести порядок в родной стране, в родном государстве, навести тот порядок, который, даже из которого мы вышли, и то у нас, то, что сейчас происходит, вы все прекрасно видите и понимаете. Поэтому вспоминать лишний раз то, что с нами натворили, я, конечно, не хотел бы, но благодарю всем, всех и желаю всем дальнейших успехов на жизненном пути, именно, который мы выбрали. Ну и самое главное, я думаю, что те задачи, которые мы перед собой поставили, мы их, конечно, выполним, и все наши эти желания, это конкретно уже та работа, которую мы сейчас выполняем. Поэтому еще раз благодарю всех присутствующих за принятые решения. Хотелось бы утвердительно сказать всем людям, кто нас слушает, о том, что наша вот эта информация, выходящая из нашего Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР, из Президиума Верховного Совета РСФСР и Совета Министров РСФСР, она именно та работа, которая востребована всем нашим русским народом, потому что мы делаем именно ту работу, которую сейчас многие даже не допонимают, такой груз ответственности взяло или, да, взяло на себя именно государство возглавляющей руководителей, которые сейчас эту работу ведут по наведению порядка в стране, ну и, соответственно, в мире. Благодарю еще раз всех за принятые вами решения. Благодарю за принятые решения на Президиуме Верховного Совета СССР. Благодарим вас, Александр Васильевич. Слово предоставляется Рунде Виктору Вальдемаровичу, комиссару первого ранга Республики РСФСР. Пожалуйста, Виктор Вальдемарович, вам слово. Благодарю вас, Надежда Ивановна, за предоставленное слово. Ну, я хочу поблагодарить весь коллектив, который был представлен к наградам Александра Васильевича. Я считаю, что вот эти награды, которые нам были выданы, они, может быть, выданы нам авансом, и в то же время они нам дают повод или дают основания для того, чтобы мы еще лучше работали на благо восстановления нашей советской социалистической Родины, Советского Союза. Я хочу пожелать всем тем, кто сегодня получил эти высокие награды, чтобы они еще больше вкладывали свой труд в восстановление нашего народного хозяйства и восстановление Советского Союза. Ну, и в части, касающейся организации объединенных наций. Конечно, вопрос, он своевременный, и вопрос в том, что если будет так, как мы планируем перевод организации объединенных наций в Ленинград, то я считаю, в этом случае будет очень и очень большая победа не только Советского Союза, но и всего мирового сообщества. Поэтому я думаю, что в этом направлении нам нужно работать во весь рост и также во всех направлениях, которые мы сейчас делаем. Ну, и просто еще хочу сказать, что сейчас один из главнейших вопросов это идеология. Идеология, еще раз идеология. Мы должны довести до наших людей все то негативное, которое происходит сейчас с нами. Я думаю, что сейчас мы этими вопросами как раз и занимаемся. Я думаю, что в будущем все то, что мы сейчас делаем, принесет свои плоды. Благодарю за внимание. Благодарим вас, Виктор Вальдемарович. Слово предоставляется первому заместителю председателя Президиума Верховного Совета СССР Светлане Андреевне Короткой. Пожалуйста, Светлана Андреевна, вам слово. Всем добрый день. Я искренне рада и хочу всех от души поздравить сегодня, кто получил награды. Это люди, которые достойные, несли особый вклад восстановления. Я хочу, чтобы этих наград было побольше у наших сотрудников. Почему? Потому что тот неоценимый вклад, который вы на сегодняшний день вносите, это вклад, который будет для будущих наших детей, для внуков и для всего человечества. Поэтому всех от души поздравляю и желаю всем здоровья, процветания, и, конечно же, силы восстановления нашей советской Родины. Благодарим вас, Светлана Андреевна. У нас тоже голос дрожит. Виктор Федорович Кукушкин, пожалуйста, вам слово предоставляется председателю Палаты Совета Союза Верховного Совета СССР. Значит, дорогие товарищи, добрый день. Я тут пропустил, потому что у меня тут встреча с людьми была и где-то последний, наверное, отрезок времени я вот выбыл, не знаю, о чем речь. Единственное, только могу сказать о выступлении Александра Васильевича неведицина по ООН. Вот это только об этом. Поэтому если мое мнение важно, то Надежда Ивановна, слушаю вас. Что вы скажете? Виктор Федорович, председатель Ставки Верховного Глокомандования, председатель Совета Министров СССР вышли с представлением на награждение всего коллектива, который занимается восстановлением государственного строя СССР. Вы находитесь тоже в этом списке. Поэтому вам и предоставили слово. Пожалуйста, Виктор Федорович. Благодарю. Благодарю. Спасибо большое. Если я в этом списке тоже есть, нахожусь. Это хорошо. И думаю, что выбранные люди достойны награды, потому что тот самотверженный труд, который выполняют наши товарищи, наши коллеги. Мы практически каждый день выполняем поручения Президиум Верховного Совета СССР, РСФСР, Совета Министров, Совета Обороны, Ставки Главнокомандования. Работу мы выполняем насколько можем, хватает сил, времени. В общем, мы тратим все свое свободное время, не считаясь ни с чем. Мы делаем очень важную работу. Она со стороны может быть незаметна, потому что люди, непонимающие, которые поддерживают наши товарищи, наших исполкомов, задают простые наивные вопросы. Ну, что же, когда? когда? Ну, что вы хотите, чтобы мы это сделали в одночасье. Эта работа очень большая. 30 лет нас уничтожали, формировали против нас целые структуры, целые коллективы, команды, следственные комитеты, прокуратуры, суды, полиции и так далее, все, которые выполняют преступные приказы вот этих бандформирований, не понимая даже, что они делают. Вот сегодня только я вернулся в психбольнице, да, мы называем психушка, с психушкой, провели с главным врачом несколько часов, которые убеждали о незаконности, неправильности, несостоятельности их действий. И мы были удивлены, шокированы вообще концовкой этого, вот этой встречи. Но, конечно, когда все закончилось благополучно, женщины меня там поздравляли, благодарили. Какой ты молодец, как ты нашел необходимые, нужные слова. Я говорю, да я ничего не находил, вот просто вот говорил как человек, я не ссылался ни на какие законы. ни на что, просто убедил, что неправильное действие сделали судебный отдел опеки. И, в общем, меня, нас хорошо услышали, поняли и пообещали сделать все возможное, чтобы к концу недели человека освободить от этого незаконного захвата. Вот. Ну и подобные работы мы постоянно вот участвуем в этих делах, потому что люди невинные попадают за свое правое дело и за это несут вот такие проблемы, страдания. но ничего, мы сильные духом крепкие, справимся и победим. Кроме знаний, у нас еще есть мудрость, опыт и сила воли, сила духа, сила характера. Благодарю за внимание, спасибо. Благодарим вас, Виктор Федорович. Слово предоставляется председателю ЦИК СССР Нины Николаевны Станкевич. Пожалуйста, Нина Николаевна, вам слово. Микрофон включите, Нина Николаевна. Теперь слышно? Да, сейчас слышно, пожалуйста. Всеми сотрудниками нашего правительства проделана огромная работа по разоблачению организации обведенных наций. Всем хочется сказать огромное спасибо, кто принимал в этом участие и больших жизненных сил, мудрости для дальнейшей работы. Всех искренне поздравляю с наградами и достижения нашей цели восстановления Советского Союза. Благодарю за внимание. Благодарим вас, Нина Николаевна. Слово предоставляется комиссару третьего ранга депутату Верховного Совета СССР Геннадию Дмитриевичу Литвинову. Пожалуйста, Геннадий Дмитриевич, вам слово. Спасибо. Благодарю, Надежда Ивановна, за предоставленное слово. Ну что, я хочу всех поздравить, товарищи, с такими высокими наградами за наш, как говорится, самоотверженный труд. Значит, сразу хочу сказать, донести такую информацию вчера в городе Вилова. Значит, глава города подал в отставку. Совет народных депутатов принял его отставку, значит, как бы на вопрос, чем мотивированная его отставка объясняет, что якобы перевод на другую работу. Но я этому не верю, потому что такого не может быть. Я думаю, что согласитесь, товарищи, полномочия не закончились переводом на другую работу, но куда и чего не поясняет. Это нас радует. Здесь Кемерская область, особенно город Белов. Скорее всего, наш труд просто так не проходит. Вот, значит, поэтому задаю вопрос председателю Совета народных депутатов, который так называет коммерческая область структура. Я говорю, Татьяна Ивановна, спрашиваю, а вы как приняли отставку, а вы что, наберете на себя всю ответственность, то, что, значит, глава тут наворотил, натворил, да, то есть вы принимаете на себя все, значит, то, что произошло в городе Белов. Ну, вот, как бы, так вот, значит, харчу еще раз рассказать, значит, что поздравить всех товарищей, да, поздравить всех товарищей, Александра Васильевича, Надежда Ивановна, это самые, конечно, высочайшие награды Советского Союза, и это достойно, достойно, эти люди, значит, достойно этих наград. ну, и думаю, что мы, да, но мы все равно, мы все равно восстановлен, ну, уже, как бы, сказал Александр Васильевич, значит, Советский Союз восстановлен, это очень радует всех нас, и всех нас, значит, ну, и хочу пожелать, хочу пожелать всем нам на дальнейшую, значит, значит, на дальнейшую нашу работу, то, что, ну, и думаю, что, значит, значит, Совет Министров, Президиум Верховного Союза, Совет Министров, СССР, Совет Министров, РСФСР, думаю, нам будут очень помогать в восстановлении, значит, нашей Родины и Советского Союза, нам здесь, на местах. Благодарю, товарищи, еще раз всех поздравляю, спасибо за предоставленное слово. Благодарим вас, Геннадий Дмитриевич. Я хочу предоставить слово Александру Николаевичу Коваленко, начальнику канцелярии военной коллегии военного трибунала. Пожалуйста, Александр Николаевич, вам слово. Александр Николаевич, включите микрофон, пожалуйста. Так, ну, наверное, что-то с устройством. Слово предоставляется Таисе Петровне Еворской, секретарю, секретариата Президиума Верховного Совета СССР. Пожалуйста, Таис Петровна, вам слово. Благодарю, Надежда Ивановна. Добрый день всем. Я всех хочу поздравить от души за награды, вклад, который все вы внесли в восстановление нашей Родины, бесценен. И поэтому все вы достойны этих наград. Еще раз поздравляю. Всего вам самого доброго. успехов. Благодарим вас, Таисия Петровна. Не плачьте от радости. У вас очень много работы впереди. Готовите указы на награждение. Слово предоставляется Нина Матвеевна Беловой. Пожалуйста, Нина Матвеевна, руководителю пресс-центра Совета Министров СССР. Пожалуйста, Нина Матвеевна. Добрый день всем. К сожалению, я мельком слушала, но я хочу вам сказать, если бы не было моего маленького дружного коллектива, наверное, бы этого не получилось. Вас очень хорошо слышно. Поэтому я всех благодарю. Я сейчас очень занята одним важным делом. Это делаю загрузку видео на YouTube. Ну, благодарна всем, кто приложил такие большие усилия в нашем нелегком деле. Тяжело, конечно, было всем. И мне было тяжело воевать со всеми. делами. Но то дело, которое мы делаем, это великое дело. Поэтому чем быстрее мы расширим сеть наших каналов, тем быстрее мы придем к цели, к цели победы. Благодарим вас, Нина Матвеевна. Слово предоставляется Людмиле Викторовне Васильевой, главному нашему прав делами Совета Министров СССР. Пожалуйста, Людмила Викторовна, вам слово. Два слова. Добрый день, уважаемые коллеги. Конечно, с гордостью за всех. Награды, естественно, достойные люди получают. И это здорово. Вот поздравляю всех. И желаю в таком же составе не менее, хотя есть и другие мысли, прийти к окончательной победе. Это наши только первые шаги. И явных результатов, которые от нас со стороны зрителей смотрят и слушают, таких результатов еще не видно. Но проделана просто огромнейшая работа. И эти люди пусть с чистой совестью носят эти награды на своей груди. Ну и работаем дальше. Всего доброго всем. Благодарим вас, Людмила Викторовна. Президиум ждет, Президиум Верховного Совета СССР ждет от вас полные списки для награждения, для оформления указов на награждение. Слово предоставляется члену Палаты Совета Союза Айгуль Мухаммедийна Барсуковой. Пожалуйста, Айгуль Мухаммедийна, вам слово. Я тоже хочу поблагодарить всех, кто приложил труд, ум, смелость в разоблачении вот этого ООН. Ну и, конечно, всех поздравить с наградами. Желаю всем здоровья, счастья и доздравствует Союз Советских Социалистических Республик. Мне все. Благодарю вас, Айгуль Мухаммедийна. Слово предоставляется Надежде Васильевне Минебаевой, секретарю Президиума, секретариата Президиума Верховного Совета РСФСР. Я благодарю. Здравствуйте, товарищи. Я благодарю за предоставленное слово. И я прямо очень рада тем всем наградам, которые присуждены таким замечательным людям. Я желаю им еще больших успехов и продвижения. Будьте все здоровы и счастливы. Спасибо. Вам тоже большая благодарность, Надежда Вики Васильевна. У нас осталось буквально прям пара человек. Слово предоставляется члену Палаты Совета Национальности Льву Маргиеву. Пожалуйста, вам слово предоставляем. Здравствуйте, товарищи. Я тоже поздравляю всех товарищей, которые и работают на благо Советского Союза. Мира и добра всем. У меня все. Спасибо. Это очень здорово. Самое главное мир на земле. Слово хочу предоставить Надежда Моисеенко. Извините, отчество здесь у вас не написано. Член Палаты Совета Национальности. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Надежда Федоровна Моисеенко. Палат Национальности Калмыска СССР. Я тоже присоединяюсь к поздравлению. Поздравляю всех с этой высокой наградой. Желаю вам еще успеха в дальнейшей работе нашего Ставления Советского Союза. Всем здоровья, всех благ. Ну и все. Благодарим вас, Надежда Федоровна. И у нас остался всего один человек. Галина Михайловна, пожалуйста, вам слово. Управ делами РС ФССР. Ну что, я хочу сказать тоже всем благодарность за то, что вы делаете такое великое дело. И что надеюсь, что мы вместе сможем завершить весь процесс формирования и возобновления работы всех органов. Поздравляю всех, все достойны этих наград, которые были предложены. все, у меня тоже все. Благодарю вас, Галина Михайловна. Уважаемые товарищи, все высказали свое мнение по поводу нашей работы, по поводу наших насущных задач. Александр Васильевич Новидицын, вы желаете что-то сказать? Последнее слово, крайнее слово, простите, по вашему докладу. Александр Васильевич поднял руку. Предоставляем вам слово, Александр Васильевич. Благодарю то, что все-таки нашли возможность донести до граждан Советского Союза свои мнения, в том числе и отношения к оценке вашего труда Родины. это Родина дает нам оценку сами. И она очень ждет дальше, чтобы каждый из нас на своем посту еще усерднее стремился к тому, чтобы как можно быстрее ее освободить из цепей бандитизма, унижения, клеветы, а самое главное нищеты, ввергнутые ее дочери и сыновей лицами особой национальности это раз, и всякими жульем, мошенниками, которые считают, что они на Олимпе якобы благополучия. С этого Олимпа народ вас быстро сметит. Не мечтайте, что вы будете продолжать кошмарить население. Не мечтайте, что вы будете продолжать творить беспредел и геноцид на нашей земле. Не мечтайте, что честные советские люди поддадутся на ваши угрозы, страх, который вы нанесли на нашей земле и обман, который вы ежедневно творите с экранов телевизора. Не мечтайте, что люди, которые сегодня встали на защиту своей Родины, такие, как Илана Андреевна Короткая, которая защищает сегодня женщину, защищает территорию Белорусской СССР. Представлены, да, тоже списки награжденных к Ордену Трудового Красного Знамени. Такие же, как председатели Советов Министров Казахской ССР, также представлены к Ордену Трудового Красного Знамени. Такие, как председатель Совета Министров Азербайджанской ССР, представлены к Ордену Трудового Красного Знамени. Председатель Совета Министров Армянской ССР Представлен к Ордену Трудового Красного Знамения Армянской ССР А также наш руководитель Центральной избирательной комиссии Который каждый день борется за каждого советского человека За каждого, кто сегодня приходит и становится в строй Депутатский депутатов Верховного Совета СССР Председатель Центральной избирательной комиссии Нина Николаевна Она также, как и все мы с вами, тоже совершала ежедневно этот подвиг Потому что если я не прочитал весь список Он у меня еще также продолжается Тем руководителям, которые сегодня трудятся еще В областных, краевых, городских, районных и поселковых исполкомах Те, которые сегодня также представлены к боевой награде Ордену Красной Звезды Это тоже ваш подвиг, который вы совершили в течение этого года Да, мы все, как одна команда Один здоровый советский коллектив правительства СССР Ведем этот корабль к нашей победе Да, мы еще допускаем некоторые ошибки Да, мы допускаем некоторую еще неуверенность В борьбе с этим 30-летним навязанным фашизмом на нашей земле Да, еще некоторые из нас до конца не понимают Всего, что мы с вами ежедневно делаем Но это не страшно Страшно, когда если среди нас будут равнодушны Когда среди нас будут люди, которые будут считать, что они Бога за бороду ухватили Когда будут считать, что труд рядом стоящего человека Ничего не значит по сравнению с собственным трудом Надо не допускать таких внутренних себя мыслей И не допускать, чтобы мы в коллективе, дружном нашем сегодняшнем коллективе Допускали какие-то внутренние разногласия Мы с вами единый советский народ Если мы сегодня, когда создали и восстановили Единое советское правительство Только с этого момента Мы с вами Получили ту силу О которой даже мечтать не могли многие Те, которые пытались Что-то делать Мы с вами сильны только в единстве И когда за нашей спиной правда Поэтому Товарищи Прошу Отнестись К оценке Родины С пониманием И еще большей ответственностью То, что каждый из нас делает на своем посту Будьте предельно вежливы Предельно внимательны друг к другу Уважительны И тогда мы Обязательно Закончим наш Марш Победы Однозначно на наших границах Всю нечисть С нашей Великой Территорией Великой Земли Политой Огромным количеством Кровью И жизней И мы сегодня еще теряем Тысячами сегодня советских граждан На нашей Земле В Украинской СССР Поэтому Сегодняшнее наше историческое совещание Президиум Верховного Совета СССР Должно стать Сементирующим Событием Которое вокруг нас Еще больше сплотит Советских граждан Советских людей Которые придут На те свободные вакантные Должности Работать Во все структуры Органов советской власти Снизу доверху Хочу еще раз вас всех поздравить С принятым решением И призываю Идти дальше И уверенно В нашей победе Полностью на территории Советского государства А также мы не сомневаемся В нашей победе И с мировым Бандитизмом Который сегодня нам навязан Лицами особой национальности Благодарю Благодарим вас Александр Васильевич Я полностью Присоединяюсь к вам И призываю вас Товарищи Отметить Трудовые награды Ударным трудом И чтобы наш коллектив Возрос И чтобы все Свои силы и знания Вкладывали В восстановление Государственного Строя СССР Уважаемые товарищи У нас Остался вопрос Очень важный Он Полностью Сочетается С докладом Александра Васильевича Неведицина Маршала Советского Союза Мы должны с вами Принять указ Указ Президиума Верховного Совета СССР О реформировании Организации Объединенных Наций ООН И переводе Штаб-квартиры ООН В город Ленинград РСФСР Дробь СССР Союз Советских Социалистических Республик Утверждая Что Советский Союз Являясь членом Большой Тройки И первеначальным Членом ООН В силу Ипсо Факто Подписавшим Декларацию Объединенных Наций От 1 января 1942 года Ратифицировавшим Устав Организации Объединенных Наций И сдавшим На хранение Ратифицированную Грамоту Правительству Соединенных Штатов Америки В 1945 Году На хранение СССР Ратифицировал Устав ООН Указом Президиума Верховного Совета СССР От 20 Августа 1945 Года Также Утверждая Что согласно Статье 23 Устава ООН Союз Советских Социалистических Республик Является Постоянным Членом Совета Безопасности ООН Подтверждая Что Союз Советских Социалистических Республик Не участвует В работе Организации Объединенных Наций С 24 Декабря 1991 Года Когда ООН Самовольно Исключила Советский Союз Из работы Совета Безопасности ООН Сославившись На фальшивые Документы Факсовую Копию Письма 24 Декабря 1991 Года За подписью Некого Ельцина Который Никогда Не являлся Полномочным Представителем СССР Принимая Во внимание Что Секретариат ООН Не имеет Ни прав Ни полномочий На самостоятельное Введение В состав Или выведение Из состава Члена Совета Безопасности Руководство Работы Секретариата Осуществляет Генеральный Секретарь ООН Назначенный Генеральной Ассамблеей По рекомендации Совета Безопасности Сроком На 5 лет Акцентируя Внимание На том Что Отстранение Советского Союза От участия В работе Совета Безопасности ООН Прошло Под личным Контролем Генерального Секретаря ООН Кавьера Перес Декуэльес Кроме Того Исключение Члена ООН И состава ООН Возможно Согласно Статье 6 Устава Только Генеральная Ассамблея По рекомендации Совета Безопасности ООН Советский Союз Никогда Не выражал Своё Согласие На исключение Себя И членов ООН И членов Совета Безопасности ООН А также Никогда Не передавал Своё Право Вето И не мог И не мог Передать Для использования Любым Другим Субъектом Кроме СССР Это абсолютно Противоречит Положению Ялтинской Крымской Конференции Союзных Держав С 4 11 Февраля 1945 Года Принимая Во внимание Игнорирование Заявления Правительства СССР К 79 Сессии Генеральной Ассамблеи ООН От 10 Сентября 2024 Года Оставленная Без внимания И ответа Генеральным Секретарем ООН Антонио Гутерриш И Председателем 79 Сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филимон Ян О Продолжающих Нарушениях Положения Устава ООН Опираясь На заявление ТАСС Опубликованное В печатном Органе Совета Министров СССР Электронной Газете Правительственный Вестник Номер 38 От 10 Сентября 2024 Года Будучи Серьезно Обеспокоенным Тем Что нарушение Устава ООН Приняли Систематический Характер Со стороны Управляющих Структур ООН И ее Членов Осуждая Попрание Успехов Достигнутых Объединенными Нациями Мира В деле Улучшения Политического Климата На планете В связи С неисполнением Устава Организации Объединенных Наций ООН Одобрением Большинства Членов Организации Объединенных Наций Директивы 001 Начало Нового Мирового Порядка Согласно Которой Все Страны Планеты Земля Должны Быть Переведены В зоны Подчиненные Единому Мировому Правительству И исполнение Которой Рассчитано На период До 2030 Года На основании Вышеизложенного Президиум Верховного Совета СССР Постанавливает Первое Признать Несоответствующие Уставы ООН Утвержденного 50 странами Мира В городе Сан-Франциско США 26 июня 1945 Года С признаками Состава Преступления Против Человечества Деятельность Организации Объединенных Наций ООН И 79 Сессии Генеральной Ассамблеи ООН Второе Признать Преступной И античеловеческой Директиву Организации Объединенных Наций ООН 001 Начало Нового Мирового Порядка Пункт Третий Распустить С 00 часов 00 минут Юйоркского Времени 17 Сентября 2024 года Прежний Состав Организации Объединенных Наций В том числе Его Представительства И агентства Комитеты И организации Не отвечающие Требованиям Устава ООН За исключением Гуманитарных Миссий ООН 3.1 Начать Процесс Реформирования Организации Объединенных Наций На основе Устава ООН 26 июня 1945 года Для чего Созвать Специальную Международную Правительственную Конференцию Стран мира До 30 декабря 2024 года На территории СССР В городе Ленинграде Или в городе Минске Пункт 3.2 Сохранить На рабочих Местах Весь Обслуживающий Персонал Зданий ООН И его Миссии Для поддержания Чистоты И порядка В служебных Помещениях И их Охраны Пункт 4 Закрыть Штаб Квартиру Организации Объединенных Наций ООН В Нью-Йорке США И передать Здание На баланс Города Нью-Йорк США Пункт 5.1 Перевести Работу Штаб Квартиры Организации Объединенных Наций В город Ленинград СССР Указ Вступает В силу С момента Его Подписания Председатель Президиума Верховного Совета СССР Союза Советских Социалистических Республик Секретарь Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик Подписи Город Москва 17 Сентября 2024 года Номер указа 156 Тире 13 Уважаемые товарищи Прошу вас У кого есть дополнения изменения замечания руку поднял председатель Совета Министров СССР Александр Васильевич Неведицин Пожалуйста Александр Васильевич Вам слово Благодарю Я в начале совещания говорил что данные документы для международной организации конечно не носят в форме указа Данный документ должен носить формат уведомления предписания потому что мы как один из первоначальных членов организации объединенных наций имеем вносить соответствующие требования предписания уведомления непосредственно в секретариат организации объединенных наций которые наняты там работать ну и само собой в генеральную ассамблею как один из важных пунктов работы сегодняшней 79 сессии которую ведет Филимон Янг они обязаны это уведомление зачитать но если мы подадим как указ мы с вами сразу нарушим ряд международных норм которые как бюрократическая машина эта организация она сразу как говорят уцепится мы с вами таких полномочий в рамках устава не имеем там равна по уставу все члены организации объединенных наций имеют равный статус поэтому сейчас в этой даже ситуации когда мы с вами уже как говорят поставили жирную точку в работе данной организации в этом составе преступные сообщества всегда когда они выполняют уставные требования не распускаются или и освобождают но сама организация продолжает работать с точки зрения тех законных представителей которые находятся на этой площадке поэтому сейчас я рекомендую внести это название этого документа вместо слова указ должен быть написано уведомление предписание значит так как мы вносим ряд серьезных сейчас изменений в работу организации объединенных наций не только так сказать то что мы с площадки выбираем все преступные элементы которые туда нацистская фракция внедрила и возбуждаем уголовные дела а это обязательно нужны преступники не могут находиться на своих рабочих местах и открытие полномасштабное международное следствие по всем преступлениям которые совершены на этой площадке здесь нужно будет подключать не только так статья международный трибунал но и соответствующих международных следователей которые возьмутся за проверку этих всех документов значит там и финансовые преступления там и военные преступления там еще и преступления против государства как совершено против Советского Союза поэтому я еще раз товарищи члены президента Верховного Совета СССР рекомендую данный документ обозначить как вдавление предписаний и поставить на особый контроль этот документ через правительство СССР то есть внизу контроль за исполнением данного документа возложить на Совет Министров СССР так как это и положено по нашей с вами работе тогда мы соблюдим все так сказать бюрократические правила и нормы взаимоотношений в том числе даже на таком уровне благодарю благодарю вас Александр Васильевич у меня здесь есть немножко другое предложение значит смотрите я уточняла с вами значит вот этот порядок знаете что а если этот указ оставить как бы для работы Совета Министров то есть и Министерства в том числе иностранных дел для работы вам а здесь дополнить пункты то что вы сказали шестой пункт включить значит направить уведомления требования на основе данного указа в организацию объединенных наций и установить следующим пунктом контроль за исполнением возложить на Совет Министров просто добавить два пункта это будет указ для работы Совета Министров как вы считаете вот ваше мнение вот а на основе этого указа направить уведомление требования в организацию объединенных наций тогда этот документ будет действительно касаться только правительства СССР а все остальные действия должно делаться правительство значит но если вы хотите усилить действия Верховного Совета СССР и направить в секретариат ООН то конечно это должен быть документ уведомления предписаний но а если это вы обращаетесь в правительство и ставите задачу правительству тогда конечно он может быть и указан благодарим вас руку подняла Любовь Александровна да Любовь Александровна пожалуйста вам слово предоставляется как уже только что сказал Александр Васильевич организация объединенных наций создана по принципу равенства всех членов то есть понимаете мы здесь действительно если указ мы не имеем права выдать указ организации объединенных наций но своим полномочным представителям и органам занимающимся работой в организации объединенных наций в полной мере можно выдать и указ и распоряжение дело в том что любой представитель любой страны получая какие-то указания от своего правительства он эти предложения вносит на пленарном заседании либо на заседании того же Совета Безопасности от лица всей страны то есть идет как один из членов допустим Совета Безопасности от лица своей страны обозначает вот определенные требования но не напрямую правительства страны дает указания организации объединенных наций там несколько иная процедура поэтому тут указ конечно для органов те которые занимаются работой в интересах Советского Союза в ООН и на основании этого они подготовят уже документы и представления по процедуре организации объединенных наций там очень сложная процедура 79 процедурных обязательств в ООН поэтому вот напрямую оно так не делается я думаю о том что Советское правительство согласно предоставить площадку для новой штаб-квартиры ООН я думаю в обязательном порядке надо довести до сведения все спасибо Благодарю вас Любовь Александровна создание указа именно это имело ввиду это указание для наших работников которые будут проводить дальнейшую работу указанную во всех пунктах Агалий Брагимович поднял руку пожалуйста Агалий Брагимович ваше мнение Уважаемые товарищи у меня мнение уже давно создалось мы еще в 19-м году как раз вот в эти дни это было 21-го сентября с офицерским собранием в штабе квартиры советских офицеров в Москве был офицерский суд над теми которые мы сегодня делаем то суд надо он над его деяниями которые за эти 30 лет не поддерживал советских людей и сколько людей потерпели и сколько людей подсчитано сколько стран стерли с лица земли и по их молчанию или прямой соглашении согласия или значит сколько народу убито за это время по вине ООН значит сколько принос ущерба и сколько денег обязано возвращать Советскому Союзу но правда никто не ответил сегодня я рад что мы это все принимаем значит скорее всего к этому вопросу вернемся чуть позже но для этого нужно еще позатребовать чтобы представителя Советского Советского Правого Поля сегодня и товарища который изберет Верховный Совет СССР допустили до того как его полное прекращение чтобы решение решения вопросов по передаче документации касающейся за последние 30 лет хотя бы с правовым Поля СССР или все документации должно быть в сохранности мировое правительство это в таком состоянии как сегодня что они делают переписывают историю и могут и уничтожить документация с первого учреждения с первого дня к первым учредителям и главным учредителям СССР документы и документация могут попасть в другие руки вот это представитель должен срочно они принят нашего ООН чтобы был связь с Советом безопасности и со всеми и с представительством ООН который находится сегодня в Советском Союзе на правом поле в городе Москве который туда подходит в пол принимает документы от РФ наши советские офисеры когда приняли вот это свое судебное решение лично я в составе участвовал донесли мы прямо вручную до представительства ООН в городе Москве значит представитель ООН вышел на встречу не открывая ворота показал руками чтобы мы указан чтобы мы это просили после значит мы отошли нас было 5 лет отошли значит они эту бумагу которую мы привезли им значит документ был оформлен полностью сургучной печатью офисерство офисерство братства СССР значит они при нас значит забрали вот с этого ящика и рядом какой-то урна мне показалось что просто урна может быть это для документов которые там течение собираются но ответа не получили из 5 человек офисеров никто вот сегодня надо чтобы наше правительство было это затребовать надо от всех членов ООН чтобы наше правительство представителя там утвердили спасибо за это благодарю вас Агалий Брагимович уважаемые товарищи у меня есть предложение я согласно поддерживаю Александра Васильевича неведительна и Любовь Александровна поэтому у меня есть предложение этот документ оставить указом так как в него в преамболе использовано обращение Совета Союза Советских Социалистических Республик 79-й Генеральной Ассамблеи ООН от 16 сентября но чтобы отправить вдогонку давайте у меня есть предложение добавить два бунта их предложила Александра Васильевич неведитель значит направить уведомления в организацию уведомления требования в организацию объединенных наций и еще один пункт седьмой это контроль за исполнением данного указа возложить на Совет Министров как предлагал Александр Васильевич у кого будут какие другие предложения пожалуйста и оставить этот документ как указ для работы Совета Министров согласиться значит если согласиться тогда выносим данный документ на голосование уважаемые товарищи указ номер 156 о реформировании и роспуске организации объединенных наций ООН и переводе штаб-квартиры ООН в город Ленинград СФСР СССР выносим на голосование кто за то чтобы принять этот указ за основу с дополнениями предложенными Александр Васильевич мне видеться нам прошу проголосовать кто за Коваленко двумя руками за Минибаева за Александр Николаевич благодарим Баркиев за Моисеенко за Корунда за голосуем в чате голосуем пожалуйста через микрофон голосуем товарищи Хугаев за кто против кто воздержался указ президента Верховного Совета СССР о реформировании и роспуске организации объединенных наций ООН и переводе штаб-квартиры ООН в город Ленинград СФСР СССР принимается единогласно за основу ну как я сказала уже мы добавляем туда два пункта первое это направить уведомление требования в организацию объединенных наций на основе данного указа и контроль за исполнением данного указа возложить на Совет Министров СССР будут другие дополнения изменения если нет товарищи других дополнений изменений выношу данный указ на голосование за принятие в целом зоны сделаю подкраску можно пожалуйста Александр Васильевич во-первых сейчас это документ мы это внутренний документ для работы правительства этому указу распоручаете правительству СССР присвоить гриф секретно без права публикации значит так как там будет разрабатываться ряд серьезных действий в рамках этого поручения дабы не допустить ненужных как говорят инсинуаций которые могут возникнуть поэтому сразу же гриф секретно и передать это Совет Министров с учетом именно то что все действия поручены правительству СССР по вопросам реформирования и восстановления дальнейших работоспособности организации объединенных наций с началом созыва специально международной правительственной конференции до 30 декабря 2024 года здесь огромный объем работы и много подводных камней поэтому рекомендую очень аккуратно с этим документом сейчас благодарю Благодарим Александр Васильевич Вы совершенно правильно и своевременно поставили этот вопрос уважаемые товарищи поступили предложения от председателя Совета Министров СССР очень правильные и своевременные руку поднял Александр Николаевич Коваленко начальник канцелярии военного тримбонала пожалуйста Александр Николаевич Вам слово Благодарю значит я предлагаю данный документ хранить именно в секретном делопроизводстве канцелярии принимается Благодарим Вас Ну Благодарим Вас Товарищи будут еще предложения Значит призваиваем гриф секретно храним в секретной канцелярии архив в архиве секретной канцелярии данный документ и направляем его только в совет министра Такие поступили предложения Кто за то чтобы данный указ принять в целом с предложенными дополнениями Прошу голосовать Кто за Кулиев за Моисеенко за Чижевская за Килибаева за Хугаев за Доргеева за Голосуем Товарищи Голосуем через микрофон Голосуем через микрофон Благодарим Вас Кто против Кто воздержался Указ Президиума Верховного Совета СССР о реформировании и Роспуске Организации Объединенных Наций и переводе штаб-квартиры ООН в город Ленинград с дополнениями и изменениями принимается в целом Благодарю Вас товарищи Мы рассмотрели почти все вопросы У нас остался вопрос об утверждении указа об архивировании документов Вручение награды Родины отметим хорошими делами На этой позитивной ноте заседание Президиума Верховного Совета СССР считается закрытым Благодарим всех за работу Еще раз поздравляю всех с наградами СССР об оценке Родины вашего труда Служим товарищи Советскому Союзу Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров